Слова любви и уважения к прекрасной половине человечества звучали со сцены Муниципального центра культуры и досуга накануне Международного женского дня. Здесь многочисленных жительниц Белгорода Днестровского собрала концертная программа «Когда сердца наполнены любовью». Но перед тем, как попасть в зрительный зал, горожанок встречала большая выставка, также посвященная женскому дню. Живопись, фотографическое и декоративно-прикладное искусство, уже известные и только открытые творческие имена. Также у нас принимает участие лауреат премии Ростислава Полецкого, керамист Валентин Перчун, уже вам, нашему городу, очень хорошо знакомый. У нас на выставке принимает участие, сзади меня, это Николай Романенко. Также у нас прекрасные работы, которые непосредственно каждый год принимает участие Жанна Ковальская, Светлана Маргарян у нас на выставке, у нас Алексей Лебедев. Пока фанфары не позвали зрителей в зал, гости разных поколений рассуждали на тему предназначения женщины и делились своим отношением к Международному дню 8 марта. Настроения всегда чудесные. От того, что я женщина первая, от того, что я мама, два, и от того, что я бабушка, уже три. Поэтому быть женщиной, это значит быть счастливым человеком, однозначно. Для меня праздник 8 марта, как и для нашего поколения, очень важен, так как в этот день мы можем вспомнить о всех женщинах, о наших мамах, бабушках, о всех тех, кто нас вырастил. Это же все-таки самые добрые люди, которые вложили нас в добру и нежность. Весенний праздник открыл почетный гость мероприятия народный депутат Украины Виталий Барвиненко. В своей поздравительной речи он пожелал горожанкам, чтобы их всегда окружали мужская забота и теплота. Семи жительницам Белгорода Дестровского парламентарий вручил подарки и цветы. Такой чести удостоились женщины разных профессий, которые добились успеха в своей сфере деятельности и способствуют развитию города. Среди них учитель, почтальон, журналист, общественный деятель и социальный работник, руководитель песенного ансамбля и заведующая дошкольным учреждением. Мне было очень приятно, что меня отметил народный депутат Украины Виталий Барвиненко. Очень приятно было среди семи женщин на сцену выйти. Для меня это в первый раз. Красоту, доброту и хозяйственность окерманок воспел мэр города Игорь Нановский. От имени местной власти всем женщинам, присутствующим в зале, преподнесли весенние цветы. Что может быть лучше окерманской женщины? Женщины, которая веками, годами, жизнь формировала особый окерманский характер. Женщину, которую приучили к трудностям и невзгодам. Скажите, а может ли француженка приготовить обед без газа? Или когда напряжение в сети 130 и духовка чуть-чуть дышит? А москвичка постирает, когда воду нужно в водопроводе поймать? Хорошее настроение и радость присутствующим одарили лучшие творческие коллективы и солисты Центра культуры и досуга. Хореографические и вокальные композиции, исполнение на музыкальных инструментах, фрагменты театральных постановок. Все в этот день было для них, прекрасных женщин. Разнообразную и насыщенную концертную программу оценили и сами участники, и благодарные зрители. Большое спасибо городу, организации Дома культуры за такой праздник, который преподнесли сегодня женщины. Концерт очень хороший, очень хорошие исполнители, артисты. Спасибо всем большое. И всех женщин с праздником 8 марта. Концерт очень понравился. Увидела, что новые веяния у них, театральное искусство, они решили выпустить на сцену, разбавить привычные номера, танцевальные, песенные. Это очень здорово и замечательно. Мне очень понравился концерт. Я уже не первый раз выступаю здесь. Все, как всегда, хорошо. Все хорошо относятся. И всех женщин поздравляю с наступающим праздником. Желаю счастья, здоровья, успехов и всего самого хорошего. И волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все бритцы и все короли.